В 1814 году молодой Пушкин и его друзья раздобыли ром, яйца и сахар, чтобы сделать коктейль Гоголь-Моголь в лицее. А это седьмой выпуск Культа, и мы начинаем. Корейская культура 2019 — это музыка. Корейская культура 2021 — это сериал. Как сыграть в те же игры, что и герои шоу, и погрузиться в атмосферу, расскажет Аделя. Наверняка каждый из вас смотрел сериал «Игру в кальмара» и задумывался о том, как же устроены традиционные корейские игры. Сегодня мы с вами как раз находимся на мастер-классе по корейским играм, где попробуем понять все правила и просто хорошо провести время. Мероприятие было организовано Еленой Мян, руководителем «Оно Кореи Рядом». В программу мастер-класса вошли такие игры, как «Таг-Джи» — «Переверни конверт противника», «Ют Нори» — «Игра в палочки» и «Туха» — «Метание стрел». В начале каждой игры была теоретическая часть, а потом практическая. Вот так проходит мастер-класс. Сейчас участники пробуют игру «Таг-Джи». Одну плитку вы должны положить на стол, а я же должна кинуть свою «Таг», чтобы ее перевернуть. Давайте попробуем. Неудача, попробуй дальше. Игра «Ют Нори» и «Туха» прошли не менее интересно. Фишки разных цветов и специальные палочки — то, что использовалось в игре «Ют Нори». Цель игры — сделать полный круг по полю и прийти к финишу первым. «Туха» же игра, в которой участники бросали стрелы в верхнюю часть деревянного сосуда. Тут победитель определялся количеством стрел в банке. Пока отобраны самые простые игры, самые доступные игры, скажем так. Потому что если брать какие-то сложные, там нужны более сложные наборы. Игровые наборы, там фигурки какие-то, поля разные. А те, которые мы играем на двух мастер-классах, сейчас мы проводим. Это самые легкие, доступные, которые, в принципе, можно без проблем привезти из Южной Кореи или даже заказать. Мастер-класс уже подошел к концу. И вывод, который сделали сегодня многие, это то, что игры, которые были созданы много веков назад, могут быть интересны сейчас. Как часто вы перебираете гардероб и думаете, сколько вещей вы так ни разу и не надели? На этот случай сюжет Алии придется вам весьма кстати. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит просто вы с собой облака. Ваше желание быть стильными пока еще не расцвело. Так вот, весна уже пришла, а значит самое время экологично обновить свой гардероб. Гараж-сейл на площадке «Видимый дом» — это благотворительное событие, которое проводится раз в сезон, для того, чтобы мы смогли экологично обновить свой гардероб. Гаражные распродажи — это событие, ставшее культовым благодаря своей атмосфере. Здесь каждый желающий легко может стать продавцом и покупателем. Главная задумка — дать вещам вторую жизнь. Идея подсказал мне мой личный гардероб, который просто уже в нем не хватало места. Я знаю, что у многих девочек такая же проблема. Бывают вещи, которые мы неосознанно купили, поспешили или привезли из-за границы, уже невозможно сдать. И поэтому тема вторичного потребления мне очень близка. Мы решили вот таким образом друг другу помочь обновить свой гардероб и освободить его одновременно. Это событие про экологичное потребление, про украшение ручной работы, а также про лекции именитых спикеров в Казани. Все желающие могли послушать лекцию на тему стиля и узнать, как подобрать одежду для разных событий. Найти на распродаже можно не только отобранную стилистами одежду, но также книги, украшения и посуду. Не секрет, что Казань — многонациональный город. Здесь живут вместе более ста народов. Именно о такой выставке расскажет Полина. Лента, наполненная красками различных стран, всегда привлекает внимание. А добиться такого эффекта можно... Привет! Это укразенный канал Культ. Самое время погрузиться в другую сторону культуры. А с вами Александра Салматина и погнали! Что сейчас популярно? Грусть. Поэтому сегодня тутер как быть самым модным для девочек из тиктока. Вы должны надеть на себя все черное, мешковатое. Приветствуются массивные серебряные серьги и украшения в виде цепей с крестами. Желательно проколоть септом, набить пару татуировок, покрасить волосы в белый или черный. А, чуть не забыла. Нужно их растрепать и никогда больше не расчесывать. Соцсети тоже нужно вести правильно. Поэтому закрываем лицо, подходим к грязному зеркалу, находим маску размытия и фоткаемся. После добавляем на аватарку анимешные картинки и вот, фото готово. Не забываем, что ваш аккаунт должен быть приватным. В друзьях должно быть 5 человек. Ну и никаких постов на стенку. Только свои демки. Лучше вам посмотреть токийский гуль и скачать доту. Это важно. Мат-часть нужно знать. Мы подготовились к выходу в общество. Теперь нужно запомнить, что гулять днем вредно. Нужно сохранять бледность кожи. Поэтому на улицу мы выходим только ночью. Музыка самая важная. Слушаем только грустное. Молчат дома плохо, фем-лав, севентин и прочее. Это важно. Ну вот, вы готовы. Снимайте тиктоки, смотрите культ, потому что в следующем выпуске от меня вы узнаете, как записывать свои первые демки, как найти подходящий аутфит и прочее. Будем на связи. Пока. На этом все. С вами была Анастасия Афонина. До встречи через неделю. В главных ролях. Темный человек. Культурный человек. Хороший коп. Сонные аксолоты. Книжный червяк. Тот самый импостер. Плохой коп.